Привет всем! Сегодня перед нами стоит задача, нанести вот эту теплоизоляцию, броня, на фасад вот этой гостиницы. Значит, фасад предварительно распакливован, прогрунтован грунтовкой броня, значит, новая модификация, броня-стена, специальная модификация для нанесения на фасады здания, обладает повышенной паропроницаемостью, что позволяет фасаду удержать. Материал у нас, весь объем 1100 литров, расчетная толщина покрытия 2 мм. Первый миллиметр будем наносить белым, неколированным. Так, гиплоизоляцией А, значит, половину объема всего заколировали. Заголосовали заказчиками, цветами. Половина там немножечко светло, половина темного. Тоже нанос. Ну, это и ровный материал. Наносить будем с помощью аппарата. Собственно говоря, все. Дальше покажу, что делать. Итак, мы подготовили аппарат, собрали все фланг, все подключили, промыли его водой, чистим. Так, не промыли, а системы закачали водой. Теперь будем готовить материал. Материал упакован, отрываем клубы, пломбируем. Все, что у нас остается на крышке, это смахливаем клубы. Не особо много. Так, берем миксер. Начинаем перемешивать материал снизу вверх. Так как весь актер уходит вниз, сфера поднимается вверх. Материал быстро разбивается на фракции. Перемешиваем на небольших оборотах, чтобы видно было лопастя. Материал готовили, перемешали, клубы погрузили. Выключили обраточку, включаем аппарат. Переключатель стоит на обратку. Включаем аппарат. И ставим давление. Вот так как-нибудь. Ополагаем. Прогоняем материал через систему аппарата. Пошел материал через аппарат. Переключаем. Переключаем. На шланг. Выставляем давление на аппарате. Не больше 8,000... Пока кто здесь не сделает, на обед никто не наполняет. Надо закончить всё. Теперь можно работать. А, нет, еще ничего. Ну, аппарат полностью выпал в воду из шланга. Теперь вам где-то остался материал. Все, можно работать. Так, ну, верхние этажи мы уже нанесли, материал. Сейчас идет средний, ну, то есть второй этаж, тут три этажа в здании. Значит, поверхность стены предварительно штукатурена, значит, ошпаклевана и прогрунтована готовкой броня-концентрата. Материал, значит, а, кстати, сопло. Сопло у нас, такое у нас, 531 сопло. Вот. Значит, сейчас покажу, как это делается. Как проносится. Итак, сейчас покажу, как наносить материал на фото в здании. Кстати, предварительно, прежде чем наносить, нужно закрыть все окна, ну, таким вот способом, пленочкой. Внешние блоки сплетсистем тоже нужно выключить, ну, и, соответственно, выключить их, чтобы они не работали. Так как можно загубить их, раз и навсегда. Так, сопло мы взяли для нанесения 531. Для того, чтобы факел был широкий и максимальный точек сразу хватит. Пистолет нужно держать на расстоянии 10 метров 30. Вот, мои росты. Пистолет нужно держать на расстоянии 10 метров 30. Чтобы не получилось у нас никаких наклёстов в украске, чтобы она отложилась ровно, необходимо ввести пистолет в параллельную поверхность к ровному. То есть не так, не так, не наклонять, не поднимать, а просто параллельную поверхность к ровному. И клавишу нажимать в процессе движения, чтобы не получился взор. То есть начинаем движение, нажимаем на клавишу, и снова продолжаем. Пистолет у меня в руках, шланг метров 30. Аппарат стоит посередине двора. Вот замечательно качает материал и выдаёт его нам. Очень удобно. Материал броня, модификация стена, которую мы сейчас наносим, его можно наносить толщиной в 1 мм. В смысле в 1 мм за сутки, а не сразу. Потому что, не знаю как кто, у нас получается нанести только полмиллиметра за раз. Так как если будет материал нанесён больше полмиллиметра, то он начинает течь, просто стекать вниз. Поэтому мы делаем так. Наносим слой в полмиллиметра, выжидаем минут 30, и значит наносим второй слой в полмиллиметра. И следующий слой в следующий миллиметр можно носить уже только на следующий суток. Субтитры добавил DimaTorzok Если сопло забивается, разворачиваем ножок, штабуем, разворачиваем обратно. Да, кстати, сейчас покажу, как проверить толщину нанесённого покрытия. Это можно сделать двумя способами. Либо вот такой вот малярной гребёночкой. Вот нанесли. Здесь есть деление. Деление, которое последнее испачкалось, вот 500, это соответствует половине миллиметра, то есть 0,5 миллиметра. Толщина покрытия здесь. Либо можно делать на глаз. Ну, это со временем приходит зубы. Действительно можно понимать, какая толщина подлезёт. Вот мы и навесли первые полмиллиметра толщина, да, покрытия. Вот она уже подсохла немножечко. Главный, такой важный момент. В процессе нанесения бывают такие случаи, когда сопло что-то там застряло, заело, и аппарат, не аппарат, вернее, а пистолет плюёт материал на поверхность. То есть получаются такие вот капельки, косички небольшие. Их бояться не стоит, нужно просто подождать, пока материал немножечко подсохнет. Потом берём шкурку и немножко вот так вот затираем, чтобы потом следующий слой будем наносить, чтобы не образовалась неровность. Чтобы немного попортов на создание. Вот они все. Капельки немножечко подтираем косички, и когда следующие полмиллиметра будем наносить в слой, уже будет всё опять ровно. Здание, на которое мы наносим нашу теплоизоляцию, является памятником архитектуры города Астрахани. Оно было построено в 1863 году. Это здание купцами Хлебниковыми. У них был свой кирпичный завод. Вот кирпичик из стены здания. На нём есть меточка, братья Хлебниковы. В этом здании каждый пятый или шестой кирпич с такой меточкой. Это кирпич производства их завода. В начале 20 века это здание у них купил Печенкин Семён Михайлович. Он был управляющий рыбным промыслом. После революции семья Семёна Михайловича Печенкина была арестована, а самого его революционеры вывели в этот двор и расстреляли. Позднее этот особняк, в нём находилась поликлиника какое-то время, а с 2005 года этот особняк был выставлен на продажу, когда его и приобрели действующие владельцы этой гостиницы. Они занимались реставрацией полной здания. Фасад был в очень плачевном состоянии, его поразил грибок. Пришлось полностью счищать до кирпича всю штукатурку, штукатурить заново, бороться с грибком. И понятно, что в таких условиях необходимо было дополнительно теплоизолировать фасад. А так как этот фасад несёт архитектурно-историческую ценность, его нельзя было применить стандартный утеплитель. Здесь на помощь пришла теплоизоляция жидкая, броня. Ведь 1 мм её заменяет 50-60 мм традиционного утеплителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok